Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. На защите здоровья. В регионе увеличивают темпы вакцинации от коронавируса и контролируют соблюдение мер безопасности. Час вперед. В Чувашии обсуждают возможность перевода времени. Место для твоих свершений. За Волжье стартовал 12-й молодежный форум регионального развития. Количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличивается. В регионах появляются новые штаммы. Об оперативной обстановке, о наращивании темпов вакцинации, о соблюдении безопасности на предстоящих массовых мероприятиях говорили сегодня в рамках заседания оперативного штаба. Тревогу вызывает тот факт, что многие регионы начали снова возвращаться к ограничительным мерам. Сейчас важно, используя все имеющиеся возможности и инструменты, защитить людей. Сейчас самое то время, когда в начале лета, чтобы люди получили вакцину, и в течение месяца, двух, к осени уже сформировался так называемый коллективный иммунитет. Если мы с вами фиксировали ежедневное увеличение количества вакцинирующихся, и это результат нашей совместной работы, прежде всего по информированию, по обеспечению доступности. Обеспечение доступности – это расширение пунктов вакцинации. Вакцинация защищает не только себя, но прежде всего это забота о близких и окружающих людях, с кем взаимодействуем. Процесс вакцинации должен идти непрерывно. Это должны понимать главы муниципалитетов. Как сообщил профильный министр, вакцины в республику поступают стабильно, а это 143 483 дозы. Прививку делают в 27 медицинских организациях, плюс в передвижных мобильных пунктах и даже в торговых центрах. Владимир Степанов развеял миф о том, что если есть антитела, прививаться необязательно. Риск того, что у него будут какие-то грозные осложнения и, боже упаси, летальный эффект, он гораздо ниже, чем у тех, кто не вакцинирован. Поэтому и с этой точки зрения, как говорится, тоже все плюсы, как говорится, и чаш весу переваливают на вакцинацию. Лидеры по вакцинации те же, что и на прошлой неделе. Это Красночитайский район, Канаш и Батрево. А вот аллатырцы и новочебоксарцы, жители Янтиковского и Порецкого районов, пока отстают. Обсудили на оперштабе и ход подготовки к массовым мероприятиям. В преддверии предстоящих праздников, День Республики Акадуй-Сапандуй, основными участниками которых являются лица молодого и среднего возраста, 18-44 года, необходимо усиление контроля за соблюдением мер профилактики новой коронавирусной инфекции и предусмотреть вакцинацию данной группы населения. Распотребнадзор еще раз напоминает, что масочный режим еще никто не отменял. И чтобы праздники не омрачились, соблюдать простые правила нужно каждому. Наталья Мальчикова, Бахтия Арвелиев, Республика. С начала месяца COVID-19 унес жизни 32 жителей Республики. Для того, чтобы узнать, как борются с невидимым врагом и как влияет прививка на течение болезни, наша съемочная группа побывала в красной зоне республиканского кардиологического диспансера. Напомним, с начала этого года хирургический корпус кардиодиспансера перепрофилирован для лечения больных коронавирусом. Здесь оказывается высокотехнологичная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, осложненными ковидом. Диспансер имеет все необходимое оборудование для самых тяжелых пациентов. Специально для красной зоны приобретен еще один аппарат искусственной оксигенации. Аппарат сочетает в себе уникальные возможности поддержания на длительный срок, в целом около месяца, жизнедеятельности с протезированием основных функций. Это функция легких, когда не помогают стандартные методы лечения в виде перевода пациента на искусственную вентиляцию легких. Это раз. И вторая функция – это поддержание системы кровообращения, искусственное сердце. На особом контроле и те, у кого имеется целый ряд сопутствующих заболеваний. Для больных, нуждающихся в гемодиализе, здесь имеется аппарат «Искусственная почка». За пять месяцев текущего года лечения прошли более 800 пациентов. Каждый четвертый из них с тяжелым и крайне тяжелым течением заболеваний. Наши пациенты имеют свою специфику. Дело в том, что у нас достаточно возрастной состав пациентов. Скажем так, 85% наших пациентов – это люди в возрасте 60+. Особенностью также является то, что наши пациенты имеют тяжелые кардиологические заболевания еще до новой коронавирусной инфекции. Врачи постоянно мониторят состояние больных, переживают за каждого. Поначалу нам было тяжело в масках, в костюмах, было тяжело обходиться долгое время без еды, воды, но к этому мы привыкли. Но самое тяжелое – это все-таки эмоционально. Это заболевание не из тех, что как рукой снимает. Даже после выздоровления долго держится слабость, а дышка – остаточный кашель. От осложнений больше всего страдают легкие, поэтому им нужна поддержка. Медики учат пациентов заново дышать и делать это правильно. Будем дышать животом, диафрагмальное дыхание дают, вдох, живот надувь, дышим спокойно, носом вдохнув, при выдохе живот в стену. В один голос врачи утверждают – в подавляющем большинстве осложнений можно было бы избежать, будь пациенты привиты от коронавируса. У нас за все время работы с пациентами в кардиодиспансере не было ни одного пациента к нам. Никто не поступал. Привиты уже пациенты. Пожалуйста, бедительная просьба. Сделайте нашу работу несколько полегче. Прививайтесь, пожалуйста. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика. В Чувашии вновь заговорили о переходе в часовой пояс «Плюс один» от Москвы. У сторонников и противников перехода много доводов. С постоянной регулярностью проходят опросы, и их результаты, как ни странно, отвечают желанию инициаторов с обеих сторон. Сегодня Госсовет Чувашии провел публичное слушание о целесообразности перевода времени в Чувашской Республике. Мнение слушала Татьяна Молокова. У каждого очень важные доводы. Те, кто за перевод стрелок, говорят о раннем рассвете. Летом светают уже в 2 часа ночи, а зимой в 3 дня мы погружаемся в темноту. Нарушается сон, и этим обеспокоены врачи. Теряем порядка 174 часов светлого времени в год, особенно в период летней активности. Да, действительно, световой день сокращен, из-за чего у некоторых людей нарушены жизнь дня. Отсутствие солнца, солнечной энергии, на мой взгляд, это сказывается на здоровье людей. Но есть люди, которым спать некогда. Жителям села ранний рассвет только на руку. Для работников сельского хозяйства это не очень удобно. Что у нас сегодня время такое, мы кто там, что он не закрывает, все мы видим. Что у нас 3 часа утра светло. Я у себя в предприятиях провел, и в Сирийском районе, и в Батарусском районе. Самое интересное еще в Татарстане. И более 90% работников сельского хозяйства, в том числе у нас в городе Ленинский мастер-комбинат, они хотят, чтобы время однозначно перевели. Чуваша живет в часовом поясе Москвы, хотя географический рассвет мы встречаем на 38 минут раньше столицы. Ученые Чувашского государственного университета провели исследование. Они считают, что важнее рассвета и заката для здоровья человека время так называемого истинного полдня. Чебоксар их истинный полдень наступает в 12 часов 8 минут. То есть физиологически мы находимся в самом оптимальном положении. То есть мы максимально приближены к астрономическому полдню, к астрономическим часам. Если мы перейдем на самарское время, то есть МСК плюс 1, то отклонение от наступления истинного полдня у нас составит почти час, 0,917 часа. А если оставим без изменений, то изменение от наступления истинного полдня совсем небольшое, 0,216 от часа. Кроме того, если будет перевод стрелок, то человек потеряет более 80 часов светового дня в зимнее время. Цветать будет после 9 утра, а это гораздо хуже, чем короткая ночь летом. Деловой вопрос волнует представителей бизнес-сообщества. Разница с Москвой все же доставляет неудобства. Да и навигация в стране ориентируется на столичное время. Возникают дополнительные препятствия взаимодействия вопросов управления, движения людских, материальных ресурсов, также движения финансов, обмен информацией. Соответственно, увеличивается количество недовольных граждан, населения в связи с переводом времени на час вперед. Мнения участников парламентских слушаний разделились. Одни категорически против менять часовой пояс. Нам нет большинства, не у каждой из сторон. Но в одном все сошлись. Когда был переход на летнее и зимнее время, было лучше. Мнения разделились и у простых горожан. Отрицательно. Да, мы уже привыкли к этому времени. Поэтому, я думаю, смысла никакого нет. Я против того, что привозили. Мне нравится, как сейчас, как с Москвой. Хочется, чтобы темнело не слишком рано. Да. Поэтому отношусь к тому, чтобы световой день вечером удлинился. Это для меня очень важно. По итогам парламентских слушаний было решено провести более углубленные социологические исследования. А профильному комитету поручить подготовить законодательную инициативу о возвращении зимнего и летнего времени. В бесплатной юридической помощи нуждаются многие жители республики. Такие услуги оказывают некоммерческие организации. Сегодня заработала одна из них, созданная коллегией адвокатов. В первый же день работы служители закона смогли помочь более 30 жителям республики. Мы купили квартиру на материнский капитал. Это было еще два года назад. Сейчас мы хотим расшириться. И что нам делать? Как быть с документами? Так как вами была изначальная квартира приобретена на средства материнского капитала, вам будет необходимо первоначально обратиться за предварительным согласием органа опеки, так как в продаваемой вами квартире прописано также и дети. Спасибо большое. Большинство вопросов, с которыми жители обращаются к адвокатам, касаются жилищного законодательства, трудового права, социальных обязательств. В перечне вопросов деление совместно нажитого имущества, расторжение брака, взыскание алиментов, установление отцовства и другие. Елена Кульженкова для решения своего вопроса уже обращалась к юристам. Но помогли ей только здесь. Я пришла с вопросом по поводу санаторно-курортного лечения для моего сына, который инвалид. Я очень рада, что я сюда обратилась. Мне все грамотно объяснили. И теперь я знаю, как мне поступить. Нужно было маме моей доказать то, что она была ветераном труда, трудилась в годы Великой Отечественной войны вместе с другими школьниками на колхозных полях. Это было доказать трудно. Моя мама человек уже пожилой, ей самостоятельно представляют свои интересы в суде очень трудно, так как она волнуется, беспокоится. Пришла за помощью к адвокату и вот она помогла. Центр оказывает бесплатную юридическую помощь по 44 категориям граждан. Оказывают бесплатную помощь именно тем категориям граждан, которые в ней наиболее нуждаются. Прежде всего, это малообеспеченные граждане. Это граждане, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И именно у них зачастую просто не хватает банально средств и денег, чтобы фактически оплатить работу адвоката, юриста. Возможность оказывать бесплатную юридическую помощь у коллегии адвокатов появилась после того, как они получили из республиканского бюджета более 255 тысяч рублей. Мы оказываем бесплатную юридическую помощь по 44 категориям граждан, которые указаны в законе Чувашской республики о бесплатной юридической помощи. Стараемся максимально им помочь. Оказываем помощь по правовым вопросам в виде бесплатных юридических консультаций, консультаций в письменной форме, а также составляем документы, необходимые им для подачи соответствующих заявлений в различные инстанции и органы власти. В том числе и в суд. Это жалобы, ходатайства, запросы. Сейчас в Чебоксарах работают три негосударственных центра по оказанию бесплатной юридической помощи населению. Планируется, что в ближайшее время будет организована совместная работа юристов и адвокатов в районах республики. Два года. Именно столько его ждала вся активная молодежь республики. Речь о форуме регионального развития «Молгород». Из-за пандемии в прошлом году он не состоялся. И вот вчера в Заволжье был дан старт 12-й по счету встречи единомышленников. С места событий Юлия Важенина. 50 экспертов и около 900 участников. Так выглядит «Молгород» в цифрах. Новшество этого года – две смены форума. Каждая по 450 человек для того, чтобы вместить всех желающих и обеспечить соблюдение социальной дистанции на площадках. Увеличилось и количество образовательных направлений. Это 10 образовательных направлений. В первые, в пять. И во вторую. Пять совершенно разные. То есть человек может приехать в ту смену, которая ему больше интересна. Это в том числе IT и киберспорт. Это развитие студенческих, это развитие добровольчества, это проектное мастерство. Участники форума не только жители республики. Например, Анастасия Ковалева приехала сюда из Москвы. Это новый опыт, и это очень увлекательно на самом-то деле, потому что здесь очень много ребят, и все они разные, и у всех разные интересы и увлечения. Этот палаточный лагерь мало похож на дикий отдых. Здесь работают пресс-центр, кафе, на всей территории есть Wi-Fi. Но все же отрыв от цивилизации ощущается. Нужно и воду принести, и дрова наколоть, да и палатку за тебя никто не поставит. Скажи, пожалуйста, что делаешь, чем занимаешься? Окапываю палатку. Прогноз погоды плохой был. Поэтому надо окопать, чтобы не затопило палатку. Так, почему не помогают мальчикам? Мы самодостаточные. По обуви сразу видно, здесь живут очень аккуратные парни. Правда ли это? Конечно, правда. Как долго убирали здесь? Полчаса. Что самое главное нужно взять на форум? Вот как вы считаете? Позитив. Палатки, костры, песни под гитару. На форуме, мол, город, конечно, царит особая романтика. Кстати, даже еду ребята готовят сами. Пойдемте узнаем. Ребята, что готовите? Жаркое. Да. Вкусным будет жаркое? Конечно. Кто у вас главный повар? Кто отвечает за блюдо? Мы все вместе готовим. Пока что начистили картошку, порезали, пустили лук, обжарили. Потом добавим ее сюда в котел, перемешаем, накроем, все пожарится там само собой. Есть здесь и официальный повар. Дмитрий Михайлов руководит кухней на форуме. Рассчитывает меню, выбирает блюда, готовит. Я не ожидал, что будет здесь очень большое количество людей. И просто первый раз варю в ведрах. Вот честно, первый раз варю в ведрах и понимаю, насколько это сложно. Представляете, стоять с 8, даже с 6 часов утра. И ты, можно сказать, целый день до 8, с 8 до 8 тоже стоишь у плиты. Тут нужно побывать. Здесь нужно попробовать вот эту обстановку. Кстати, кормят участники и себя, и комаров. Такое чувство, что сюда слетелись насекомые со всего Заволжья. Но даже те, кто здесь впервые, знают, что нужно брать с собой. Самое главное, я взял с собой то же самое средство от комаров, которые на меня нападают сейчас. А также палатку, одежду особенно теплую, кроссовки. Все самое необходимое, в принципе. Молгород – это не только образовательные площадки. Для участников подготовлена насыщенная культурная и спортивная программа. Ждут и большое количество именитых спикеров. А значит, скучать с участниками точно не придется. Так что, до встречи на Молгороде. Счастье на Волге мы запомним на долге. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. Республика на Волге. Международный молодежный культурный форум с таким названием стартовал сегодня в Чувашии. В течение двух дней участников ждет насыщенная культурная и образовательная программа. Молодые, инициативные и целеустремленные люди в течение двух дней погрузятся в атмосферу чувашской культуры. На форуме предусмотрены три основные секции по традициям Чувашии, по истории республики и изучению родного языка, а также по туризму, в рамках которых участники форума будут обучаться. Уникальность проекта «Республика на Волге» в том, что он проводится у нас впервые. Мы планируем его сделать ежегодным и привлекать ребят из других государств, подключать онлайн. Также планируем, что ребята будут приезжать из других регионов. И сам форум направлен на приобщение молодежи к культуре, истории и традициям Чувашии. Для обучения участников приехали федеральные и региональные эксперты в сфере молодежной политики, культуры и туризма. У каждой из национальных республик есть свой опыт презентации. Подключение же к этой работе молодежи означает внедрение новых форм. По приглашению молодежного правительства Чувашии на форум приехала Анна Бакаева, эксперт по национальной политике из Орловской области. Мы сейчас ведем очень активную работу по популяризации отдыха в России, во-первых. Во-вторых, мы очень хотим знакомить молодежь с нашим многонациональным устройством России, рассказывать о том, какие у нас есть национальные республики. И сразу по итогам этого форума мы в Москве проведем День по Волжье, на котором, в частности, будем рассказывать про Чувашию. Участники очного формата фестиваля – студенты, молодые ученые и специалисты в возрасте от 18 до 30 лет. В режиме онлайн могут принимать участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Лозунг, под которым проходит форум «Память о прошлом, думай о будущем», мне кажется, очень здорово отражает подход, подход, направленный на то, что только помня прошлое, четко представляя, что мы хотим сделать завтра, и при этом осознанно действуя сегодня, мы, конечно же, можем уверенно двигаться вперед. Секция по культуре, традициям и по изучению родного языка проходит на площадках музея Чувашской вышивки и Чувашского национального музея. В рамках секции по туризму участники посетят музей истории трактора, научно-производственное предприятие города. Обучать социальному проектированию будут в парке Амазония. В субботу отмечается государственный праздник День России. Для работников, которые трудятся по пятидневной неделе, выходной переносится на понедельник. Оказание медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях будет организовано по особому графику. Завтра сокращенный на один час день. 12 и 13 июня нерабочие. Неотложная помощь будет оказываться с 8 до 2 часов дня. 14 июня рабочий день в первой половине дня по графику субботы. Между Чебоксарами и Москвой в преддверии Дня России запустят дополнительный поезд. Об этом сообщают в Минтрансе Чувашии. Поезд Москва-Чебоксары из столицы республики отправится 11 июня вечером в 21.40. И прибудет в Чебоксары на следующий день в 11.33. В обратном направлении поезд поедет уже 13 июня в 19.50. А в Москве он будет в 11.25 следующего дня. Билеты на дополнительный поезд уже поступили в продажу. Цена билета варьируется в зависимости от направления. Точную стоимость можно уточнить во всех железнодорожных кассах и на официальном сайте. К новостям спорта. Мир лёгкой атлетики готовится к нескольким стартам всероссийского и международного уровней. В них примут участие спортсмены из Чувашии. Сегодня, 10 июня, на Брянском стадионе Десна уже стартовал командный чемпионат России. В течение двух дней атлеты со всей страны будут соревноваться в беге на разные дистанции. В том числе и в эстафетах, метании диска, толкании ядра, прыжках в длину и высоту. В составе сборной команды Чувашии выступят несколько спортсменов. В беге на 5000 метров мастер спорта России международного класса Екатерина Ишова. В прыжках в высоту мастер спорта страны Сергей Морозов. В прыжках в длину кандидат в мастера спорта России Виктория Жилина и другие. В пятницу, 11 июня, российские представители спортивной ходьбы выступят на международных соревнованиях в Литовском Алитусе. За лидерство на дистанции 20 километров среди мужчин будет бороться наш земляк, мастер спорта России международного класса Кирилл Фролов. Это были главные новости четверга, 10 июня. Увидимся завтра. До свидания.